смотрите на картинках что у нас тут с вами есть эта картинка которую я рассказываю объясняю и верхнюю часть мы с вами прошлый раз вот эту верхнюю часть видели это касалось ложного пробоя одним баром существует огромное количество нюансов которые я рассказывал на прошлом вебинаре с вами и я очень надеюсь что те кто сейчас меня слушает и смотрят были на прошлом и хоть что-то поняли намного удобнее когда вы переходите к той стратегии что я вам расскажу про ложные пробои двумя барами вот эта нижняя часть понимая про ложные пробои одним баром это удобно на семинаре своем ну во время платного дорогого обучения я как раз ложные пробои одним и двумя барами рассказываю разжевываю именно в такой последовательности но мы с вами вот попытаемся сделать так и за бесплатно учтите но быстро и понятно значит ну я не буду сейчас тратить время про ложные пробои одним баром просто найдите время посмотрите там очень много около 19 условий которые должны выполнить значит я сейчас приближу вот сейчас вот как-то вот чуть-чуть вот сейчас она так не приближает ну ладно вот так вот ложные пробои двумя барами сейчас я вот так вот сделаю чтобы мы вначале ланги посмотрим потом шарты значит но перед тем вообще почему эта стратегия работает на всех рынках и почему как заявлено это прям такая эффективность значит практика показала и что если учитывать множество условий которые в моей стратегии применяются то это работает и на форексе и на крипте и на настоящем рынке акций ну даже на cfd это работает а вот почему это работает значит я в свое время как и учился лица михайловича и читал умные его книжки и так далее и вывел для себя дополнительные условия усложнил скажем так модели вот у меня на столе лежат листики значит смотрите сюда во-первых перед тем как торговать эту прибыльную стратегию с эффективностью действительно порядка 95 процентов нужно правильно смотреть на график нужно понять что будет та ситуация которую вы хотите значит если мы говорим с вами о ложном пробое двумя барами а именно об этом мы сегодня с вами говорим значит нужно определить что есть определенные предпосылки к развороту ложная пробой двумя барами контр трендовая история нужно заметить разворот значит если мы торгуем контр трендовую историю относительно какого-то уровня я сейчас абсолютно не углубляюсь подробностей какой это уровень по фибоначчи по лунным затмениям по картам таро не важно сейчас мы об этом не говорим но в любом случае подход к этому уровню должен быть вполне вполне конкретными барами или японскими свечами или чем угодно существует определенный критерий оценки размера этого бара бары могут быть условно большие и маленькие мы размер этих баров кстати правильно спрашивает Игорь Минаков это всегда дневка дневка и выше абсолютно неправильно во первых уровень проводить на мелком таймфрейме нужно всегда смотреть на крупный таймфрейм если вы торгуете внутри дня например то тогда ложный пробой вот тут что одним баром что двумя конечно вы там на часовике на 15 минутки что нибудь найдете себе и там влезете в сделку но основном уровень конечно должен быть на дневке я торгую в средний срок от дневки и выше на мелкий таймфрейм я уже это 2016 года не переключаюсь и так значит подход к уровню должен быть на каких барах вот кто хоть что-то понимает в трейдинге на больших или на малых критерий размера бара или размера свечи я в своем трейдинге определяю в долях АТАР Average True Range средний истинный диапазон опять же существует несколько методик расчета этого АТАРа существует неправильная методика какая есть у вас в метатрейдере которая есть у вас в трейдинг view по умолчанию она неправильная потому что она учитывает все бары подряд это неправильно нужно исключать паранормальные бары я так думаю в следующем месяце я все-таки найду в себе силы и выложу бесплатно этот правильный индикатор расчета АТАРа для метатрейдера и еще там какой-нибудь который позволит вам правильно наконец-то делать расчеты АТАРа но как бы то ни было подход к уровню должен быть на каких барах вот мы читаем и так вот пишут о на больших то надо смотреть на 15 минутки хорошая шутка а почему не на 16 минутки я например люблю смотреть подход на тиковом графике вот у меня вот здесь есть давайте специально для любителей вот я я ждал этого спасибо давайте напишем инструмент какой-нибудь запоздавший Apple мы возьмем его например ну бары нам столько не надо пускай у нас здесь вот здесь мы переключимся я например как китайцы люблю 8 тиковый 8 число 8 в китае пишется примерно как богатство ну там созвучно как-то вот мы возьмем например за три дня там она подгрузится сейчас вот сейчас подгрузится 8 тиковый таймфрейм вы пока там пишите я посмотрю сейчас подгружается то есть это к вопросу почему 15 минутку надо а почему не 8 тиков или потому что вам кураторы говорят что 15 минутка надо ну я бы поспорил с этими кураторами о загрузилась Apple 8 тиков вот каждый каждая японская свеча это 8 тиков и попробуйте доказать мне что 8 тиков хуже чем ваши 15 минут а почему 15 а не 7 минут ну то такое я с вами не спорю просто хотелось бы аргумент услышать так значит на больших и так далее и так далее любой мелкий таймфрейм затухание о шикардос значит правы те которые говорят что подход должен быть на больших барах отар которых полтора и больше почему подход на больших барах говорит нам о том что инструмент скажем так выдыхается или или что-то глобальное происходит с инструментом то есть подход на больших барах может среди прочего означать условно говоря плохие новости но если мы говорим про вот сюда подход который был и потом он развернуться может если мы шли вот сюда то там условно говоря кто-то фото узнал плохое начинок начинают сливать инструмент может быть подход на больших или вот здесь что приведет потом шарту могли подходить здесь на больших барах на хороших новостях и поэтому бар большие все покупали все там верили верили а потом кто-то умер или как бывает у медицины они придумали лекарство от всех болезней оказалось что-то лекарство от нас мака еблась оно все вниз поехало но если нет фундаментально важных событий то подход к уровню для последующего разворота а мы с вами говорим о том что ложные пробои это контр трендовая ситуация и значит нам должен быть разворот то подход должен быть на больших барах это мы как говорится зафиксировать большой бар это не в сантиметрах и не в килограммах а я его рассчитываю в а тарах а тар полтора два а тара это паранормальные бары то есть желательный подход на паранормальных барах соответственно если был подход на малых барах это никак не может вам намекать на то что будет разворот так значит вы пишите так пробою пробою ну во первых мне очень приятно видеть старых знакомых мысли бывшие мои студенты и зрители из предыдущих каналов очень приятно что вы там и да так 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 накопление поджать и трататы трататы да вы правы значит подход на малых барах может привести к дальнейшему скажем так движению то есть это одна из предпосылок движения по тренду подход на малых по тренду поэтому нам нужен подход на больших барах или выравнивание скажем так значит итак предположим мы подошли к уровню на больших барах вот этот бар условно говоря большой и здесь тоже этих баров что для ланга последующего что шарта должно быть не меньше трех для того чтобы можно было определить поджать и и подход к этому уровню плюс никогда запомните большими буквами можете фломастером посреди монитора написать никогда не определяете силу уровня по вчерашнему дню то есть никогда не будет сильным уровнем относительно вот этого то есть если вы проведете уровень здесь моей вселенной трейдинга это уровень слабый никогда шартовая ситуация я не буду рассматривать относительно вот этого дня то есть если вот эта полосочка вот эта полосочка проведена относительно какого-то бара который пришел где-то там условно говоря неделю назад никогда вот здесь это это неправильно короче это не работает так и так первое условие мы подошли на больших барах хорошо крайне желательно чтобы мы подходили с поджатием если мы хотим чтобы была ланговая ситуация какие для нас важны условия подход на большие дальше происходит пробой уровня я вот так вот вам показываю я надеюсь вас не сильно коробят эти палки и мое художество от слова худо ну уж извините значит для нас важно следующее дальний пробивной бар а мы находимся вот здесь мы находимся в точке принятия решения нулевой день значит получается предыдущий день ну полтора дня назад или грубо говоря там вот и так дальний пробивной бар если мы говорим о лангах должен открыться над уровнем потом происходит пробой этого уровня и он должен закрыться под уровнем напоминаю что вот эти бары относительно которого могут быть по вашей торговой системе на любом таймфрейме я например торгую в средний срок и у меня это дневки это дневка поэтому моя дневка должна открыться вот вот там вот над уровнем закрыться под уровнем крайне важным является следующее то есть во первых давайте зафиксируем это понятно надеюсь да плюсики минусики и так далее насколько уровень может быть старым неделя или месяц значит я рассматриваю этот уровень до пяти лет то есть вот этот уровень должен не перебиваться последние пять лет то есть это у меня скажем так так оно происходит вот поэтому я опять же не вовлекаю вас свой трейдинг у вас может быть вот тут вот все слева запилена но это не моя ситуация так торговал несколько лет назад потерял кучу денег и понял что так это не работает этот уровень должен быть не запилены и не перебиты до этой ситуации пять лет слева поэтому все что до этого ну скажем так возможно так этот момент вы поняли хорошо значит минимум минимум три дня минимум три дня до пробоя вот этого то есть вот вот здесь смотрите у вас вот вот должен быть раз а вот меньше вот художество я вам вот тут вот приготовил рисование значит если мы говорим про ланги и у нас вот здесь образуется вот такая ситуевина вот а мы вот тут с вами где-то находимся вот тут значит у нас вот тут должно быть с вами раз два три минимум минимум три при том не принципиально не принципиально как будет происходить и открытие и закрытие может быть вот так может быть вот так но скорее всего вы заметите сейчас я возьму красным цветом вот такое поджатие но вы поняли вот если вот есть подход к уровню с поджатия а эти бары паранормальные вот я сейчас вот так напишу от и арка все увеличу больше или равен полтора ну полтора стандартных имеются ввиду вот этот вот каждый из этих вот каждый из этих у него полтора от а это х минус лоу за определенный период высчитывается от а то есть вот это большой вот это большой вот это большой каждый из них должен быть больше чем полтора стандартных а то это не в сантиметрах и в килограммах они в деньгах до полтора стандартных от а на данный момент понятно важный момент когда мы с вами это определили еще один секретик расстояние от цены вот эта цена открытия у нас вот это цена открытия слева Я ее вот так вот выделю, вот это, цена открытия. Вот расстояние от цены открытия до, вот так, давайте я полосочку проведу, вот так вот проведу полосочку, а здесь вот так вот стрелочки нарисую. Вот это расстояние должно быть больше 5% от АР. Например, вот так пишу, больше чем 5% от АР за их дней. Я, например, беру за 5 дней последних, вы можете брать за какой-то ваш другой период. То есть вот это расстояние должно быть больше 5% от АР. Вот это расстояние тоже должно быть больше 5% от АР. Ну, они фактически, ну, то есть больше или равно 5% от АР тоже, давайте я, ну, лучше больше, без равенства. Больше 5% от АР. Понятно. То есть это, вот если на нормальную картинку вернуться, вот она, вот это, вот это расстояние больше 5% от АР, и вот это расстояние, вот здесь закрытие, больше процентов от АР. А мы находимся с вами вот тут. То есть, если условно мы находимся с вами вот сегодня пятница, вчера это четверг, а мы сейчас говорим про среду. Мы анализируем, находясь на премаркете, то есть мы весь этот анализ делаем на этапе домашки, до открытия рынка мы это делаем. Если это Forex, то это ночью, если это крипта, то тем более ночью. Если акции до открытия рынка. То есть мы должны проанализировать открытие дальнего пробивного бара, проанализировать его закрытие. Понятно, да? То есть это должно быть понятно. Еще раз поставьте, вот с 5% от АР, плюсики, минусики и все, всякое такое. Непонятно минусики? Плюсики, если понятно. Так, возвращаемся. Как говорят в Парижах, вернемся к нашим баранам. То бишь, вернемся к теме рассмотрения. Итак, этот мы проанализировали. Теперь мы анализируем вчерашний пробивной бар. Напоминаю, мы находимся вот здесь. Если мы находимся условно в пятницу, сегодня до открытия рынка, мы анализируем предыдущий, вчерашний, четверг, тот бар, что был в четверг. Значит, бар, что был в четверг, должен быть каким? Значит, он, конечно, должен открыться под уровнем и закрыться над уровнем. Точно так же, как и бар, вот этот вот, вот это расстояние от открытия, как и от закрытия до уровня, должно быть больше 5% от АР. То бишь, нельзя открываться в уровень и нельзя закрываться в уровень. То есть, если мы сюда вернемся, вот тут я постараюсь нарисовать второй. Сейчас, полосочка, только без стрелочек. Черт, мне так разозлили эти любители борьбы за этот самый. А лучше еще одну, один подарочек, это напечатаю. Вот, это второй бар. То есть, вот это вот расстояние, вот его, вот это тоже, сейчас мы его другим цветом возьмем, черненьким, да. Так же, как вот это расстояние, так же, как вот это расстояние, должны быть тоже больше, чем 5% от АР. То есть, нельзя открываться и закрываться в уровень. Вы спросите, почему? А потому что непонятно, кто кого. Потому что, если он откроется в уровень, не ясно, лонгисты побеждают или шартисты. Если закроется в уровень, тоже не ясно. А нам нужна с вами более-менее четкая картина. Ну, если только у вас нет хрустального шара, и вы можете загадывать в будущее. Самые нижние цены двух ложного бара имеют значение. Самые нижние имеют значение, до этого мы скоро дойдем. Итак, мы с вами проанализировали и поняли. Вот это важно. Дальше суперважная идет ситуация, которая написана молоком между строчек в тех книжках, которые вы читали. Суперважная история заключается в следующем. Значит, суперважная история заключается в следующем. Где будет максимум вот этого бара, и где будет максимум вот этого бара, и где будет максимум вот этого бара. Значит, должно быть следующее. Так как мы с вами говорим про контртрендовую ситуевину, то нам нужны предпосылки за разворот. И, соответственно, нам с вами нужно, чтобы максимум ложного пробоя двумя барами, ближайший, а мы с вами находимся вот тут. Мы вот тут с вами стоим. Это я нарисую здесь. Вот тут мы находимся. Ноль. В смысле, ноль вот так пишется. День номер ноль. Это день номер один. Справа налево считается, как бы в прошлое. Это день номер два. Это день номер три. И, значит, максимум дня номер один должен быть выше максимума дня номер два. А день номер два максимум может быть ниже дня номер три. Но максимум дня номер один должен быть выше номера два. Вот этого. Обовязково, как-то кажуть. Вова Цель. Так, выравнивание по ревню будет так. Так, я как раз тут зараз намалюю. То есть так, где тут мой пензлик. Зачем это нам все надо? Для того, чтобы вот такая история была. Вот так вот. Нам нужно с вами увидеть то ли U-образное закругление, то ли V-образное закругление. Ну, короче, нам нужны предпосылки за разворот. То есть, вот так нужно. На данном этапе понятно. Вот Олегу непонятно. А кому-то еще? Мне понятно или понятно? Ну-ка, напишите. Плюсики понятно. Минусики нифига не понятно. Начните сначала. Хотя бы лайков насыпали. А то я смотрю. Вот этот вебинар будет стоить мне минимум 200 долларов, которые вы не дозаплатите мне на вебинаре. А вам еще, понимаешь ли, в подобаючку шкода, я кто скажет. Не, ну может вы подлюка, я какая-то расшиська, я не знаю. Как еще нет, то я в подобаючку натискаю, то вашу найкращую. Взагали будет файно. Значит, это важный был эпизод, потому что дальше будет больше, как говорится. Значит, что же делать, если это будет не так? Берем вот такую картину. Значит, если картинка будет другая, без стрелочек, ниже картинка. Ну, то есть я подходы не арестую, я думаю, вы поняли. Вот так, вот так, вот так, вот так. И мы открылись, условно говоря, где-то здесь. А тут у нас были с вами такие, какие-то там подходы, какие-то подходы. Неважно какие, в общем, что-то где-то было. Так, поэтому вот если произойдет такая ситуация, как я вам сейчас показываю, в результате что может оказаться? Вот так вот. Если будет, где? Если будет вот так, это день ноль. Это день один. Это день два. Это какой-то там день три, нам уже не важно. То это все ломает. То есть нельзя, чтобы, чтобы что? Чтобы вот этот вот максимум был ниже вот этого максимума. И так же нельзя, чтобы вот это закрытие было ниже вот этого открытия. Вот так покрупнее вам покажу. Понятно насчет соотношения закрытия, открытия, хаев и всего. Вот это плохо. Сейчас я вот так вот напишу. Вот это напишем плохо. Вот это плохо. Вот так вот. Если вот так, это плохо. Это значит нельзя думать о лонгах. Нельзя. Потому что вниз наверняка пойдет. То есть вот это плохо, а вот это хорошо. То есть когда у нас есть с вами параболическое закругление, это хорошо. А если его нету, то это плохо. Это понятно. Поставьте плюсики, если вы тут поняли, и минусики, если ни черта не поняли. То есть это плохо, вот это хорошо. Вот это вот. Но это еще не все. Этого недостаточно. Значит, бывает следующая ситуация. Теперь, когда мы проанализировали вчерашний день, мы находились в день номер 0. То есть мы вот здесь вот, мы находимся в день номер 0 и анализируем. Сегодняшний день, день принятия решений, день выставления ордера, сегодняшний день. Или сегодняшний бар, если вы на мелком таймфрейме почему-то торгуете. Мы проанализировали бар выныривания, вот этот вот. То есть это мы о лангар потенциально говорим. Теперь настало время проанализировать текущую ситуацию. Текущее открытие. Супер важный момент, которого нужно дождаться, это цена открытия нового дня. Я, например, вот эти замашки, которые я вам покатываю, они некоторые не сбываются. Из-за того, что инструмент открывают и не там. Иногда бывает ситуация, вот как здесь показано. Смотрите, вот здесь вот. Вот так вот. У меня может получиться хорошая... Где мышка? Мышка, это вот. А, вот она. Может получиться вот так вот. Закрылся хорошо, открылся плохо. То есть если открытие нулевого дня будет ниже вот этого закрытия, то это плохо. То есть вот так я напишу. Плохо. О, куда-то ушло. То есть вот так вот плохо. Если же произойдет... Если произойдет открытие примерно по цене, давайте другим цветом, вот так вот. Если произойдет открытие по цене закрытия нулевого дня или выше, но ниже, чем 2 АТР от уровня, вот это потенциальный нулевой день, вот это вот. То есть у нас может открыться... Давайте я вот так напишу вам. Вот так. Это вариант А, это вариант Б. Вот это. Если откроется по варианту А, где открытие нулевого дня, дня принятия решений, ниже закрытие ближайшего пробивного бара, мы думаем про лонги, это плохо. Нельзя думать о лонгах, и какая контртрендовая ситуация не получится. Если в день номер 0, вариант номер Б, вот здесь произойдет открытие, примерно равно по цене закрытия первого, ближайшего к нам пробивного бара, ну, бара выныривания, то это хорошо. Тогда можно думать про выставление отложенного ордера на определенном расстоянии от уровня. Давайте новые плюсики-минусики. Нулевой день анализируем. Супер важно. Вниз плохо, вверх хорошо, но есть их граница. Где моя мышка? Вот моя мышка. Есть вот тут граница. Он не должен открыться вот здесь. То есть нулевой день с гепом. Вот тут напишем геп. Геп. Давайте латинскими буквами. Нет, не пы-фы, а вот так вот. Геп. Геп. Геп-шы. Геп-шы. Если больше или равно двух АЧАУ, то это бэд. Бэд. Вот так вот. То бишь, если открылось по какой-то причине у вас вот сюда, у вас вот сюда открылся нулевой день, вот сюда нулевой день, вариант номер В. Это граничное условие, которое должно вам тоже сказать, что так нельзя. Это слишком хорошо и так нельзя. Вот, Виталий, я для вас специально и пишу ответ. С гепом всегда, кроме крипты, открываются инструменты. Но у вас граница гепа, это должно быть. То есть он может открыться с гепом вот сюда, и так скорее всего и будет. Но не дальше двух АТАР от уровня. То есть если открылся на полуэкрана вверх, условно считается модель сломана, потому что мы не успеем. И в 99% случаев так и получается. Инструмент не возвращается к вашему отложенному ордеру, который вы где-то вот тут вот поставили. Нет, таким же цветом сделать. Оранжевый ни шиша не видно. Черный, белый. Синий не видно. Зеленый. Голубенький, голубенький. О, вот такой. Слепым было видно. У вас, условно говоря, где-то есть отложенный ордер. Вот тут внизу. Я вот тут вам напишу, что это у меня такая голубая отложка. От, от, ло, ж, от, ло, ж, к, к. Вот это. Такая бирюзовая или какой-то цвет, не знаю. Вот это отложка. Мы не будем выставлять отложенный ордер, если откроется с гепом на полэкрана. Вариант В. То есть у нас плохо. Это вариант А. Открытие ниже закрытия. Ну, не говоря уже открытие в уровень или под уровнем. И то же самое открытие с гепом на полэкрана вверх. Тогда отложка не выставляется, потому что модель условно считается поломанной, потому что не успеет вернуться отсюда до сюда до окончания торговой недели. Отложку, от уровня, на каком расстоянии АТП ставить, Виталий? Ну, я ставлю на расстоянии 50% АТР. Как в вашей торговой системе, я не знаю. У меня 50% АТР. То есть вот это вот расстояние отсюда до сюда 50% АТР. Что для лонгов, что для шортов. Сейчас к шортам мы быстро перебежим. Для полного восприятия записывайтесь на курс ко мне. И будет хорошо. Я и отбою обучаю, и пробою, и по тренду, и контртренд, и так далее. И то, что я вам рассказываю, это примерно один из десяти моделей, одной из десяти ситуаций, которые можно торговать и зарабатывать на рынке. Месяц я не рассказываю про ложные пробои. У нас обучение длится месяц по зуму, по скайпу, по чем угодно, хоть по этому самому. Поэтому разные модели, разные ситуации. Торговля в канале, и быстрые пробои, и алгоритмическая торговля, и так далее, и так далее. А если не дойдет до отложенного, Анна, тогда он будет отменен. Если не сработает отложенный ордер до пятницы, за час до закрытия рынка отменяется. Или если он ушел. Значит, возможно, ситуация вот здесь. Ну, вот здесь, предположим, был вариант B. Было все хорошо, отложка. И у нас инструмент, и оно вот тут вот телепается, вот тут вот. То отложенный ордер вот тут как стоял, так и стоит. Я его не отменяю до пятницы, или пока инструмент не уйдет дальше двух отрагов. Если из-за новостей, или еще из-за чего-то он улетел вверх, я пятницы ждать не буду. Отложка отменяется, потому что, скорее всего, не вернется. То есть есть критерии отмены, и они тоже в наших алгоритмах прописываются. Круз стоит дохренища много. Горизонтальные объемы можно использовать, и это зашибись как круто. Если особенно использовать Real Market Volume, который я в Герче Кинку, который я и писал, который скоро будет очень сильно модернизирован. Итого. Значит, если открылся вот как здесь, то это плохо, нельзя заходить. Если открылся вот сюда вверх, можно заходить в лом. Если открылся очень далеко вот здесь, нельзя заходить. Если это больше, чем два отрага. Если открылся вот сюда, далеко от уровня, но меньше, чем 2 отрага, выставляется отложенный ордер с надеждой относительно, что он вот так вот сюда вернется, развернется и поедет вот туда вверх. Надеюсь, понятно. Я ускоряюсь, потому что надо вам про шарты рассказать. Это понятно, мое художество? Значит, что касается стоп-лосса. Вот он прячется. Значит, что у нас... Ох ты, елки, вы сейчас меня вскоре отключат. Это стоп-лосс ставится за минимальный из этих двух. Значит, отложка понятна. Стоп-лосс нужно поставить за минимальный из этих двух. Чья цена ниже, кого из этих пробивных. Я отступаю обычно вот тут 5% отрара и выставляю стоп-лосс. Если это шарты, я определяю, какой максимальный из этих двух. Отступаю 5% от максимального. 5% отрара ставлю туда стоп-лосс. Понятно. Стоп-лосс при ложных пробоях двумя барами и в той стратегии, которую я вам расскажу, ставится при лонгах. Вот лонг ставится за минимальный, при шарте за максимальный. А какой из них максимальный, я отступаю 5% и ставлю стоп-лосс. Как ваша торговая стратегия, я не знаю. В моей так. В моей она работает. Тейк. Анна. Тейк. Минимум 3 к 1. У нас есть с вами отложенный ордер. Вот он здесь. Мы берем, вычитаем из цены отложенного ордера, вычитаем цену стоп-лосса, получаем значение. Умножаем на 3, а лучше на 4, чтобы брать 4 к 1. И прибавляем полученное значение в деньгах. Ну, то есть у вас, предположим, получился доллар. Вы умножаете на 4, получаете 4 доллара. Прибавляете к цене отложенного ордера. 4 доллара. Получаете где-то тут вверху цену тейк-профита. И тогда вы можете рассчитывать на тейк 4 к 1. Здесь наоборот. Вы получили стоимость стоп-лосса. Вы знаете, куда вы поставите отложку. Вы читаете из цены стоп-лосса. Вы читаете цену ТВХ. Получаете размер стоп-лосса в деньгах. Это значение умножаете на 3, а лучше на 4, чтобы учитывать комиссию. Полученное значение. Вы читаете из цены отложенного ордера. Получаете цену тейк-профита. Туда ее и будете ставить, если после открытия рынка не сломается модель. То бишь не произойдет плохого открытия там. Не произойдет модели. Не произойдет ситуации А. Не произойдет ситуации В. Хух. Понятно. Вот хороший пример. Смотрите вот сюда. Сейчас АЕГ был. Хороший пример, который тех, кто читает книжки, ни черта не соображает, получили стоп-лосс. Вот у вас уровень, предположим, по красному был. Вот у вас формальный ложный пробой двумя барами. Формальный. Однако, как мы с вами сегодня поняли, этого недостаточно. В умных ваших книжках или на вебинарах людей в костюмах вам бы рассказали. Ложный пробой двумя барами есть, есть. Можно шортить. Но почему нельзя было шортить? С одной стороны, выравнивание по открытию, открытие вниз, как бы неплохо. Но не было подхода на больших барах. Видите, подход был на одном большом баре. Тут были какие-то мелкие и всякое такое несерьезное. Не было одной из предпосылок. Не было вот этого, как я вот тут рисовал, но только наоборот. Это лонговая ситуация, а шортовая вот это. Идеальная шортовая ситуация, это должен быть вот сюда подход на трех барах минимум, но желательно на больших. Полтора-два. Если этого нет, заходить нельзя. Те, кто ничего не понял и зашел, вот тут привет получил. Понятно? То есть, вам не надо искать модели. Вам надо думать головой и проверять два десятка условий, которые должны выполниться. Если условия не выполнятся, не лезь в сделку. То есть, вот так вот неправильно. То есть, если бы вы вот так вот посмотрели. О, типа, вот у меня ложный пробой. Да? Я вот так вот вам сделаю. Вот. Вот у вас, да? То есть, вот картинка, смотрите. Вот она. Шортовая. Что должно быть у шортов? Очень быстро рассказываю. Дальние. То есть, мы находимся вот здесь. Нулевой день. Позавчера, фактически, мы должны открыться под уровнем, закрыться над уровнем. Другой день. Открыться над уровнем, закрыться под уровнем. Что должно дальше произойти? Что вы анализируете? Вы должны проанализировать, где было закрытие относительно открытия. То есть, вот это закрытие ближнее должно быть ниже открытия дальнего. Вот этот минимум должен быть ниже вот этого минимума. для того, чтобы вот так вот закругление было, то есть в идеале ускоряемся нет времени на медленные танцы ускоряемся где карандашики где полосочки где синие полосочки ух ты елки сейчас шартовая ситуевина должно быть вот так не туда, сейчас мы ее перенесем вот так вот стопе, ух ты как я умею делать я shift отжал и поэтому она вот так потом вот так вот словно вот так и мы должны открыться вот здесь а вот тут у вас должны быть ну пускай даже вот так хотя бы да вот эти три бара ну понятно они вот такие какие-то бары, свечи как вы хотите не важно вот эта вся история должна быть на паранормальных барах потому что мы говорим с вами про контртрендовую историю и соответственно у вас должно вот так получаться понятно и вот это у нас нулевой день вот это ноль давайте красненьким сделаю какой-то там такой бледный сейчас вот это ноль это один это два это это два это третий день вот это третий день и так далее понятно то есть если нулевой день откроется вот сюда плохо откроется сюда капец как плохо откроется очень далеко дальше двух а то плохо но помимо того что открытие должно быть где надо вам вот это важно Вам вот это важно, вам вот это важно, вам вот это важно, вам важен вот этот, вот этот, вот этот, короче дофига всего чего важно должно быть. И только когда вы вот это вот все проанализировали, только тогда вы поставили отложенный йорди, только тогда посчитали АТАР, ну в смысле посчитав АТАР, вы поставили стоп лосс за максимум из этих двух, прикинули вот это, где-то внизу поставили тейк профит и сидите в засаде, ждете нулевого дня, когда он там откроется. Если он открылся не там, где надо, то все ваши расчеты никому не нужны и получится вот как здесь, вот у вас открылся как будто хорошо, но не выполнилось условие по подходу, вот у вас не выполнилось условие по подходу, и это что значит правильно, галя отмена. Здесь нельзя было выставлять отложенный йорди, то бишь, вернее как, вы могли подготовиться, ну даже видя, анализируя на домашке эту ситуацию, вы даже могли не брать это во внимание уже. А где ТВХ на этой картинке? ТВХ вот тут, вот ТВХ, вот здесь, это нулевой день. Ну, день, в смысле зеленый, и вот отложка, вот отложка ставится здесь, вот это 50% по ТАРу. То есть если все-все-все-все-все куча условий выполнилась, то вот это зеленое на расстоянии 50% по ТАРу в моей системе, в вашей не знаю, может вы по лунным затмением ставите. Вот здесь, 50% по ТАРу, если 10 тысяч условий выполнились. Вот здесь, если он открылся где надо, то я беру, вот здесь провожу полосочку, условно говоря, ух ты, я хотел оранжевую полосочку. Нет, лучше давайте какую-то, красную, нет, это плохо. О, вот такую. Вот так, вот так. Ее толще, толще, толще. То есть вот это, да. Если все выполнилось, я выставляю отложку. Тут давайте я подпишу. Отложка. Черная, вот это. Вот, вот это пунктирно, а это отложка. Вот там сверху 100 плюс, вот там где-то внизу так плохо, понятно? Итого, мальчишки и девчонки. Я надеюсь, вы поняли то, что я вам хотел сказать. Я планировал, честно говоря, не так долго трындеть, но, как всегда, я растрындился. Подводных камней дохренища. Дохренища. И это только малая часть того, о чем я рассказываю. И работа в канале, и уровни 5, 10, 25. Но сама стратегия работает великолепно. И она имеет вот именно столько условий, потому это критка. Я с этого и начал. Потому что куча условий. И теперь давайте быстренько перейдем к вашим вопросам. И, как говорится, буду вас отпускать. Вы можете лайкосики нажать, дизлайки нажать, все, что хотите нажать. Написать, чтобы я примерно понимал, о чем речь идет. Напомню, что можете на мой телеграм-канал подписываться. Там бывают полезные вещи, разумный трейдинг и всякое такое. Не запишите, не сэкономитесь. Ну, а торговать, конечно, нужно только в Герчик. Это, на мой взгляд, самый лучший брокер, который создали трейдеры. Александр Михайлович Герчик и Иван Крошный. Поэтому трейдеры, созданные трейдерами для трейдеров, не обманывают, деньги отдают. Все условия, новички, профессионалы, крипта, форекс, акции, CFD. Все, что хотите, как говорится. Есть и конкурсы, есть и бонусы, и годный контент. В общем, всякое такое. При каких условиях пробой уровень с большей вероятностью, если подход на маленьких барах. Ну, маленькие бары, там есть ряд предпосылок. Опять же, есть отдельный вебинар, можно провести по работу по тренду. Как раз там и быстрый пробой, и пробой с закреплением и так далее, и так далее. Подход на малых барах чаще всего приводит к продолжению движения. Но есть, опять же, как говорили, кружавчики и костылики. На крипте часто такая ситуация. Так, значит, как открыть обару на крипте? Там нету гепа. Ну, там сложно с этим, да. Там надо на закрытие смотреть. В точке закрытия, Лидия, не всегда, но вы правы, на 99% вы правы. Да, там надо смотреть на соотношения. Там тогда придется смотреть, где закрылся относительно открытия. Смотреть на лои относительно лоев. Или хаи-хаи. Закрытие-открытие. Вот это да. То есть там вот нулевой день на крипте неприменим, скажем так. Потому что там безразрывно это идет. Так, читаю ваши вопросы. 50% АТАР это 50... Почему здесь пол свечи? Это от... Вы, видимо, не знаете, что такое АТАР. АТАР это хаи-минус лоу за определенный период. Вот вы посчитаете АТАР за 5 дней, за 50 дней. Поделите пополам и будет у вас 50% АТАР. Точку входа смотреть на 8-тиковом таймфрейме. Вот берете, включаете 8-тиковый таймфрейм и смотрите точку входа. Если вы с этим не согласны, спрашивайте вашего куратора, почему? Почему 5-ти минутный таймфрейм, а не 8-тиковый? Почему нужно 5 минут, а не 7 минут? Я могу 7 минут сделать. Я могу 37 минут сделать. И почему точка входа на 37-минутном таймфрейме хуже, чем на 5-тиковом таймфрейме, я не знаю. Поэтому у меня точка входа происходит после открытия рынка, после... После минуты, как успокоился спред. На мелкие таймфреймы я не перехожу. Кстати, вот смотрите, вот вам отбой от уровня, 5 тиков. Вот, почему вы здесь не зашли, а тут не вышли. Вот вам, смотрите, ну вы даете, вот вы вот тут могли зайти, вот видите. Купили, продали, продали, купили. Вот, купили, продали. И все остальное, все очень просто. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...